У меня народ спрашивал про эти часы, это часы Дэниела Веллингтона, я с ними договорилась, мне дали скидочку в 15% по коду, который я оставлю в описании внизу, так что народ, пожалуйста, пользуйтесь, мне не жалко, договорилась ради вас, мои хорошие любители Азии, ну и поехали. Приветствую вас, мои дорогие любители Азии, с вами снова я, Милена, и сегодня я буду нести правду во имя, а точнее я буду информировать вас определенным симптомом такого понятия, как куреабу, и более, скажем так, старой болезни, как отаку или онимешнички, чтобы вы понимали, откуда у всего этого фанатизма, в общем-то, ноги растут, и куда себя, в общем-то, записать. Будем выяснять, сколько у меня куреабу, и сколько у меня онимешников, и все-таки, сколько у меня любителей Азии. Ну что, готовы записывать симптомчики? Поехали! Начнем с более позднего варианта, все-таки Япония бомбанула гораздо раньше, и, конечно же, именно с ней мы будем проводить параллели, чтобы вы понимали, что пойдет дальше, когда я буду проводить параллели с Кореей. Так что, дожги мои Кореябу, или, в общем-то, просто фанатики, готовьтесь к тому, чтобы офигеть от того, как сильно подходят данные симптомы именно вам. Есть такое понятие, как отаку, то есть фанаты и любители. Это, в общем-то, так и переводится с японского, как фанатик, любитель, и, в общем-то, немножечко больше, чем просто фанатик и любитель. Но это применялось непосредственно, конечно же, к анимешникам. Почему? Да потому что они были более или менее самый, что ни на есть, извращенный вариант. Но со временем это изменилось, и появились другие некоторые названия, и, в общем-то, народ принял людей отаку, они выросли. Япония запопсела, но до того, как это произошло, и мы доставали все, что связано с Японией через такое понятие, как диалап-интернет. Когда вы ожидаете, в общем-то, новой серии в течение недель, а то и месяцев, да, это не как сейчас, бац, и уже на следующие сутки после выхода. Не, дорогие мои, мы страдали сильнее. Вы приемлете только Японию, не видите других азиатских стран? Вы смотрите только японские аниме и считаете Миядзаки своим отцом? У-у-у-у-у-у-у! Вы листаете любой вид и жанр манги с таким офигенением, испусканиями слюней по главной героине или главному герою? Вы не можете остановиться от просмотра японской дурамы аниме, пока не добьете до конца И это может занять даже несколько суток без перерыва Вы мечтаете приехать в Японию и завоевать мир И еще при этом жениться на самой красивой японке Либо выйти замуж за самого красивого японца Вы пищите по джей-попу джей-року И в общем-то перевоплощаетесь в таких людей, как Хайды, Гакты Ну или других каких-нибудь там Араши Ну или там, в общем-то, Катунов И других замечательных мальчиков из этого невероятного количества худощавосложившихся сексуальных мальчиков Вы играете в игрульки Хаку-Харим, как мужского варианта, так и женского И явно не хотите останавливаться Пища и делай некоторые не совсем уместные телодвижения во время проигрывания Вы явно, читая мангу, хихикаете и хахакаете странным звуком, который явно поймут только Отаку Вы изучаете Японию не только потому, что любите аниме и хотите понять, что они имели в виду Но и потому, что вы начали потихонечку погружаться в это все И хотите стать великим ниндзя Вы покупаете себе офигенный чайный набор, не знаю, что с ним делать, но потому, что он из Японии Вы покупаете кимоно, чтобы, ну, в общем-то, окунуться в это Вы тратите огромные деньги на анимешный став Ну или дурамный Ну или джей-попный, ну или джей-рокный Вы становитесь адским косплеером, вживаетесь в роль и не выживаете из нее, в общем-то, и в простых днях былых Вы становитесь вроде как мальчиком, но потом, когда вам надоедает это, вы возвращаетесь и становитесь опять девочкой Вы мечтаете, что вы поедете в Японию, случайно встретите своего любимого актера, певца на улице, ну или девушку, соответственно, певицу или актрису на улице И вы сразу же влюбляетесь, женитесь, у вас офигенная классная семья Вы не хотите делить своего замечательного героя, даже если он анимешный, с кем-то другим И вы, конечно же, не можете пройти и мимо любого того напоминания о Японии, аниме, манге или каких-либо играх, потому что это невозможно пропустить Вы пытаетесь готовить еду и вы пытаетесь жить этой жизнью, даже на территории своего собственного дома Обклеивая и обставляя свою комнатку, ну или те несколько квадратных сантиметров собственного пространства в стиле Японии Либо, как минимум, анимешно толканутого ребятеночка Вы приемлете только Японию, не приемлете ничего, кроме Японии И вы слушаете только японскую музыку в любом ее проявлении, как джей-поп, джей-рок и любые другие, скажем так, исторические новения Вы толпой пытаетесь записаться на японские уроки, но вас не пускают, но вы продолжаете, продолжаете и продолжаете обступать пороги школ И, конечно же, вы наконец-то накапливаете свои несчастные зарплаты на билет в Японию, где вы проводите буквально несколько дней и явно хотите вернуться назад И вот наконец-то вы составляете группу своих друзей, вы становитесь клубом увлечений, вы начинаете косплеить, играть в разные игры, непосредственно связанные с этой страной Делить между собой главных героев и представлять, что же могло бы быть, если бы я вот с этим двухмерным персонажиком О, дорогие мои, все, я вас поздравляю, вы Отаку Но теперь перейдем еще к одному небольшому ответвлению Вот вы Отаку, и через какое-то время вдруг на телевидении начинает появляться огромное количество аниме, которые ты когда-то даже достать толком не мог А если и доставал, то доставал через тернистые пути завоевания вселенной А тут оно бац и начинает показываться по телеку И не самый лучший на самом деле вариант из того, что можно было показать И вот он каждый второй какой-то непонятный ребятеночек из школы говорит, что он анимешник И откосывает тебе палец, когда ты говоришь, что он не прав Они начинают создавать какие-то непонятные, не совсем суразные пати в виде японская пати с японцами И они же накидываются на тех самых японцев, которые вроде как японцы У них есть свои какие-то морали и устои в жизни, но им наплевать И они зажимают этого ребятеночка из Японии в углу, а то и отдаются прям там в туалете И вот именно эти самые вроде бы новенькие анимешники начинают выделывать такое, за что тебе стыдно? Да, дорогие мои, вот этот вариант, который явно уже собрал великий план и готов тебе, старичку, утереть нос И сказать, какой ты дебил, идиот, иди закопай себя Не понимая, не осознавая и видя только одну цель Японии Японец свадьба Зажать в углу и никак иначе Потому что это мой сэмпай И он будет называть сэмпая любого человека, невзирая ни на что Не понимая, что он делает Да, дорогие мои, вот этот бесстыдный, кошмарный отпрыск вселенского ауча Являются анимешники Что им неинтересно выяснять, что у Японии есть свои какие-то устои, менталитет, история, культура И вообще многие части вот этих замечательных персонажей, которые вы тут уже между собой разодрали на ваши миленькие сувенирчики Оказывается, имеют очень сильную подоплеку вообще даже в истории данной страны Вам же наплевать, анимешнички Теперь перейдем к корейской версии Фанатизма, а это Корея Бу В принципе, параллели те же самые Вы видите только Корею, вы смотрите только Корею Вы слушаете только корейскую музыку и не приемлете ничего больше, никакую другую страну Божечки, вы кричите опа на любого вообще мальчика из драм, из страды Не важно, что он на самом деле даже 10 раз младше вас Но вы все равно кричите опа Вы хотите выйти за него замуж Либо жениться И явно копите деньги приехать сюда, в Корею, чтобы увидеть его на улице И как, в принципе, в предыдущей части Конечно же, встретить, влюбиться, пожениться и завести офигенную семью Вы пытаетесь копировать стиль не только макияжа, но и, в общем-то, поведения И, конечно же, обставляете свою комнату в стиле Кореи Ну, или как минимум, обклеиваетесь замечательными персонажами из какой-то драмы, либо группы О боже, вы, конечно же, пользуетесь какими-то корейскими словами, которые влезли в русский язык, хотя местами не знаете, что они значат Ну, они стали мемом, и вы начали Вы начали коверкать корейские слова, как когда-то мы японские? И вы, конечно же, готовы утереть нос любому, кто скажет что-то плохое про Корею, потому что, ну, как бы на другую Азию вам явно плевать И вы, конечно, тратите все свои деньги, чтобы купить корейский став любого характера И вот она, великая, замечательная корейская пати, и вы зажимаете абсолютно любого азиата, кто скажет, что он кореец И явно делаете, я в туалете Ну, что я могу сказать, вы корейбун Я вас поздравляю Кто-то из этого вырос, кто-то явно пошел дальше, кто-то понял, что Корея запопсела и захотела что-то другое почувствовать и узнать И это прекрасно Но основная масса, которую можно прям по пунктам провести между этими двумя вещами, очень сильно похожа между собой, мои хорошие И если вы относитесь к одному из этих, скажем так, онимешных или корейбушных направлений, я вас поздравляю И, кстати, напишите, сколько у меня именно онимешников и корейбушечников Потому что любое из этих направлений, в общем-то, в свое время имело достаточно негативную подоплеку и негативное влияние Описание, понятие, но со временем оно исчезает и превращается в что-то другое Вот, например, отаку как раз были всем вот этим плохим Но потом мы поняли, что, ну, не все же отаку такие, а вот есть некая группа онимешников от слова «они», да, типа «демоны» И они вот стали онимешничками, да, а сейчас идет вот эта страшная фраза «кореябу», когда люди максимально пытаются вжиться во все это на диком фанатизме И оно именно называется «кореябу», со временем, я думаю, оно превратится во что-то новенькое И останется неким таким вариантом отакуизма, когда ты просто увлечен этой страной чуть больше, чем все остальные Ну, я дико хочу узнать все-таки, сколько людей у меня увлекается всеми Азиями Потому что, если вы увлекаетесь всеми Азиями, значит, да, вы мои дорогие любители Азии И к вам ни одна, ни вторая вещь, в общем-то, не относится И вы молодцы, если вы не кричите «опа», ну на, на всех подряд сразу Вы молодцы, я вас поздравляю Но я надеюсь, вы теперь понимаете, что это такое И явно не пускаете слюни по 24 часа на 7 на драмы, добивая их до конца Потому что не можете успокоиться, пока до конца не досмотрите До сих пор так иногда страдаю, если что-то запало дико в душу Ну что же, на этом все Теперь вы знаете, что такое отаку, оннимешники и коребушники Подписывайтесь на мой канал Ставьте пальчики вверх этому видео Делитесь этим видео со всеми, кому посчитаете нужным это показать Больше позитива, больше хороших комментариев И до новых встреч, мои дорогие любители Азии Пока-пока Я думаю, у меня там дофига тапочков долетело Просто дофига Знаю, понимаю, сама через это прошла, через что-то выросло Видела неоднократно страшные сцены со всяких партий японских и корейских Такие вещи страшно наблюдать У нас все ассимилировалось в анимешной флоре Мы любили все, поэтому я могу сказать, что старые добрые отаку Это хорошие, офигенные гики До этого многим пока что в зоне корейской волны Который еще не совсем сильно запопсел, как я понимаю, далеко Но я думаю, многие уже перерасли И я с вами горжусь, вы молодцы It's a power, it's a power